Плодовые деревья, как и человек, подвержены болезням. Только рассказать о том, что у них болит, не могут. Проверить здоровье садов и питомников области помогает мониторинг. Образно говоря, фитосанитарная диспансеризация, в ходе которой и выявляются вредители, имеющие карантинное значение. Проводят его сотрудники отдела карантина растений Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории совместно с управлением Росельхознадзора по Белгородской области. Продолжит наша коллега Светлана Запорощенко. Среди огромного количества насекомых, существующих на планете, вредителей, тем более карантинных, не так уж и много. Но вред они могут причинить огромный. Вовремя выявить их и не дать случиться беде и помогает фитосанитарный мониторинг. В ходе его специалисты отдела карантина растений, референтного центра Росельхознадзора, проводят обследование и осмотры не только садов, но и всех зелёных насаждений. Кроме того, в местах возможной концентрации карантинных видов и других вредителей развешиваются феромонные ловушки. Вредители, иными словами, ловят на запахе. Это специальное устройство, которое представляет из себя подобного рода домик, снабжённый специальным диспенсером. Вот вы видите здесь диспенсер. Диспенсер содержит в себе аналог полового феромона самки, того насекомого, на которое, собственно, ставится ловушка. Вот данная ловушка, она ориентирована на восточную плодожорку. Этому саду в Борисовском районе уже немало лет. И вместе с агрономами за его здоровьем следят и специалисты управления Росельхознадзора. Инспектор отдела надзора в области карантина растений Сергей Очаковский приезжает сюда с осмотром каждый год. Сейчас время массового лёта многих насекомых и самое время выходить на охоту за ними. В этом сезоне мы развесили 25 штук в данном саду. Вот, собирается. Теперь ловушка подписывается. Ловушка вешается в производственном саде. Одна ловушка на 5 гектар. В питомниках, в молодых питомниках, одна ловушка на 2 гектара вешается. Вешается на высоте 1,5-2 метра. Будет висеть на протяжении где-то 30 дней. В течение этого времени трижды будет меняться феромон и клеевой вкладыш. Затем ловушки снимут и передадут в отдел карантина растений лаборатории на исследование. Помимо этого специалисты также проверяют сад на наличие других карантинных объектов. Например, бактериального ожога и вирусного заболевания, именуемого оспой или шаркой сливы. Сейчас производится отбор проб побегов яблони с целью их проверки в лабораторных условиях на наличие возбудителя бактериального ожога. Это достаточно опасная болезнь, которая поражает плодовые деревья. И в том случае, если вредитель будет обнаружен, будут приняты меры специалистами Россельхознадзора. У санатория Красиво есть свое подсобное хозяйство, в том числе и сад. Нам помогает Россельхознадзор, которые приезжают, ставят ловушки, исследуют сад, помогают с препаратами, лаборатории исследуют. Потом нам советуют, чем обработать так, чтобы не навредить ни дереву, ни пчелам, никому. Специалисты развесили феромонные ловушки и на территории санатория, и даже в зимнем саду. А вот эти пожелтевшие листья груши вызвали у них тревогу. Образцы отобраны. По ним методом полимеразной цепной реакции будет проведена экспертиза. Что же касается мониторинга, всего за этот сезон на территории области будет развешано более полутора тысяч ловушек. Сейчас в первую очередь, конечно, восточная плодожорка, это калифорнийская щитовка, в лесах это могут быть шелкопряды непарные, сибирские, это американская белая бабочка, это капровый жук, если речь идет о складских помещениях. А также многие другие вредители, в том числе, допустим, вредители закрытого грунта. Наша область приграничная, а значит особое внимание уделяется также мониторингу вредителей, которые уже обосновались на территории Украины и некоторых других европейских стран, но пока не зарегистрированы в России. Таких, например, как кукурузный жук диабротика, являющийся опасным вредителем кукурузы. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора по Белгородской области для телерадиокомпании «Мир Белогорье».